Дайджест недвижимости Наш город расположился на 46-й строчке Для того, чтобы полностью расплатиться за недвижимость стоимостью более 2 миллионов Среднему кировчанину придется сдавать ее в аренду около 18 лет При ставке 10 тысяч рублей в месяц Быстрее всего сдаваемая в аренду квартира окупается в Магнитогорске, Махачкале, Вологде и Астрахани Жителям этих городов потребуется лишь 12-13 лет, чтобы полностью покрыть затраты на покупку недвижимости Как подчеркивается в исследовании, дополнительные затраты собственников, такие как ремонт квартиры или уплата налогов, при подсчетах не учитывались Отмечу, для того, чтобы окупить при помощи арендаторов квартиру в Москве требуется 22 года Дайджест недвижимости Более года является бесхозным один из домов котельничья Его не готова брать на баланс ни одна управляющая компания В здании 1938 года постройки по улице Советской проживают 7 семей И, по словам жителей, дом не признан ни ветхим, ни аварийным Главной проблемой являются протечки кровли Через отверстие в крыше вода попадает в квартиры, в том числе на электроприборы Капремонт объекта запланирован на 2032 год, сообщает региональное отделение ОНФ Ранее здание было ведомственным, а потом оказалось никому не нужным, кроме жильцов При этом по закону местные власти обязаны были в течение года выбрать для объекта обслуживающую организацию После обращения жителей ВНФ, а активистов в прокуратуру, ведомство обязало власти Котельнича устранить нарушения Дайджест недвижимости Эксперты предсказали резкий рост цен на новостройки в случае отказа от механизма долевого строительства В Москве он может составить от 30 до 40 процентов Повышение произойдет по объективным причинам Застройщики будут вынуждены закладывать в себе стоимость строительства дополнительные расходы на обслуживание долгосрочных кредитов Также возникнут издержки на содержание готовых домов и уплату налогов на нераспроданные квартиры Кроме того, полный запрет долевого строительства приведет к вытеснению с рынка сотен небольших компаний Что снизит конкуренцию и также поспособствует росту цен Напомню, ранее президент Владимир Путин поручил разработать меры по поэтапному замещению долевого строительства Банковским кредитованием застройщиков и другими источниками финансирования Предполагается, что эти меры помогут избавиться от такого явления, как обманутые дольщики На этом все. В студии работала Анна Лапшина Дайджест недвижимости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин